итак ребята надо мне ехать свою машину забирать она на сервисе стоит вот хотел сети бишку взять и что вы думаете 4 сети бишки взял ни одна не открылась уже 10 минут звоню в поддержку 11 минут поддержку звоню не знаю видно не видно никто короче не отвечает деньги списали сейчас будем решать что делать такси короче вызвал конечно будет дороже ну вот за четыре машины списала короче что-то сети бит огорчает когда нужно блин тебе с вами сюда шел за машина эти дети вообще блин какой-то бред ну ладно чем это закончится не скажу какой-то дурдом творится работа работа в любое время года что у нас здесь есть есть такая пластинка на ней куча лазерных режимов нам нужно понять попали мы или не попали режимы которые использовали ну надо делать микроскопический анализ разрезать все и смотреть снова мы в лаборатории снова что-то резать и так дальше в общем мы давно пропадали видео как всегда что-то не вылаживается 5 лет а это повторяется лето прошлого года что нет времени ни на что поэтому как сказать учимся работаем все как всегда все как у всех людей какие-то что-то решается какие-то проблемы время идет время время не идет даже время летит потому что было первое марта там уже 1 апреля 1 мая через неделю будет 1 август но ничего страшного в этом нет есть как есть если люди выходят с опозданием что не выходят с опозданием хотелось бы конечно чтобы они выходили почаще потому что материал есть вы уже его смотреть потому что это видео конечно будете смотреть после того как мы допустим все архивы наши но тем не менее хотелось бы вообще сказать у всех за это время особенно за карантинное время изменений в жизни многих людей прошло довольно таки много кто-то потерял работу кто-то нашел другую работу кого-то заставили перейти на другую работу у кого-то какие-то проблемы у кого-то со здоровьем у кого еще что-то много всего сейчас трудно вообще поехать даже в другую страну у кого-то карантину забирает все у кого-то карантин наоборот дает больше у каждого по-своему что касается нас не знаю сказать что-то одно как-то даже нету времени всем этим про все это думать потому что ты постоянно чем-то занят постоянно что-то делаешь даже сейчас лето как бы сказать июль месяц да вроде бы все в отпусках а я пришел сюда работать чтобы вы понимали чтобы вы понимали сколько времени мне отраться на все работа есть опять же сидишь на работа в университете еще еще дополнительную какую-то работу где-то подработать потому что деньги никогда не бывают лишними и как-то вот так вот так все крутится летит это время просто просто ужас поэтому мы конечно же будем снимать дальше будем показывать будет интересно потому что немного изменится риторика канала и это будут не только вот влоговые видео это будут рассказы о том что было хорошо у нас литве что у нас было литве плохо с какими трудностями мы сталкивались как мы их решали как нам помогали их решать какие есть законы людям нужно знать особенно при рождении ребенка при оформлении всех вот этих документов есть столько нюансов для иностранцев именно для иностранцев столько нюансов с которыми столкнулись только когда начинали оформлять документы там страховка обязательная страховка медицина врачи все там какие-то выплаты еще что-то это все очень тяжело но я обязательно подготовлю этот материал это будет отдельные видеоролики кому будет интересно конечно же первую очередь это будет интересно иностранцам можете посмотреть понять стоит оно того или не стоит ну ладно я пошел работать и мы с вами встретимся немножко позже вот мне нравится короче говоря идешь ты по вильнюсу такой буквально там 10 метрах от меня сзади дорога нормальная такая хорошая а тут ты идешь все дороги ничего нет ну вот мы едем машинку взял вот я не понимаю как здесь зиму ладно сейчас хорошо а зимой здесь чистят дороги или как или просто кто проехал да здесь типа частный сектор а все он он блин прикол к нюш всем привет сегодня мы приехали в санталишкес и я хочу вам сказать что же это такое рассказать вернее и так санталишкес это у нас комплекс разных больниц разных отделений в одном можно сказать городке есть студенческие городки это медицинский городок вот он так выглядит вот эта большая карта здесь куча корпусов можете видеть здесь вот 12 корпусов основных клиник потом еще детские сколько раза 3 4 5 детских корпусов и еще какие-то там клиники и конституционные поликлиники и так далее вот так оно все выглядит куча зданий и куча парковок вокруг везде можно добраться ну с парковками иногда проблемы конечно бывает но ничего страшного везде можно добраться здесь у нас одно из детских отделений я просто хочу вам показать как выглядят здание середине тоже все там можно сказать по современному это инфекционные вроде бы корпус если не ошибаюсь здесь постоянно куча автобусов идет а вот это знание что прямо она новая его еще не достроили его строить это будет какое-то новое отделение и не помню наверно тоже детская честно не сильно помню просто и здесь этих отделений столько что иногда просто можно запутаться куда нужно идти и там еще одно отделение между ними делаю то там видно проходы будут вот такие вот там можно будет пройти свой себе спокойно вот еще один автобус как всегда автобусы ходят очень часто можно на автобусе можно в машине добраться вот так выглядит один из центральных корпусов здесь куча разных отделений они все соединены тоже переходами и получается в этих переходах можно походить между больницами и не боятся там где-то в одном переходе в одном корпусе вещи сдал во второй тебе надо идти снова брать вещь нет не надо вы можете зайти в один корпус узнать все вещи и потому же когда будете уходить вернуться свой самый первый парковки есть их много но все парковки платные только если у вас там есть инвалидность тогда для вас бесплатно во всех других случаях парковки платные итак все что я вам показал только что это касается сандаришки и в особенности больницы то есть больницы и клиник но здесь еще есть очень большой жилой район он есть как перед больницей таки после больницы он реально очень крутой особенно тот что дальше извините просто у нас очень холодно у нас на улице сейчас плюс 5 и очень холодно всего лишь конец сентября есть очень прикольный нам нравится живой квартал в конце находится такие новые дома там все обустроено будет возможность я в следующих видеороликах вам покажу точно так же как мы рассказывали про он так а не постараюсь вам что-то рассказать показать ну а что касается касается клиник и всего остального в основном все нормально не скажу что все прям отлично иногда есть вопросы иногда есть вопросы даже в том что непонятно в какой кабинет и куда идти это очень огорчает бывает такое что приезжаешь в одно здание вроде бы туда все кабинет называется правильно адрес тот а тебе говорят нет тебе через дорогу ты такой ну ладно что поделаешь бывает и такое иногда есть конечно проблемы с анализами это стать нельзя то такого не делают иногда даже в частных клиниках не делают поэтому приходится искать где-то еще кстати да я вот подумал надо будет вам записать отдельное видео про медицину в литве потому что здесь все очень интересно обустроено и если сравнивать со странами снг здесь все по-другому так что ждите новых видеороликов а еще в литве очень популярны вот такие ангелочки я как-то у кого-то спрашивал может это традиция какая или еще что-то но мне сказали что это просто просто ангелочки кто-то придумал сейчас в ней просто есть так что если кто-то знает какую-то историю пожалуйста скажите мне что это за ангелочки зачем они нужны что это за ангелочки